господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 106 вопросы события дня задавайте вопросы 26 марта 2016 года сейчас великий пост я тут уменьшил это было больше часа всегда было больше часа утреннее все уменьшаю уменьшаю до нескольких минут только самое главное что есть ну вот наш эпиграф просчитайте который к этому к утреннему отчету и тут чтобы заходили все на форум на наш потому что модератор оттуда перетаскивает а бывает оттуда просто пишут так много там а перекидывает там из десятка один номер так я даже не знаю что там пишут вконтакте или я там не бываю но и объявление помочь краткое содержание дать наших видеороликов вот она где коротко просчитайте все еще мало работников то мы вот это вот на нашем сайте аудио видео перевести вот в эти позиции надо онлайн идут занятия вот коротко читай теперь юрий соболев миром игнатий тихонович как то говорил вам что ваш метод открытым оком близок модальному методу зибер зильбермана и вот какой интересный пассаж мы встречаем у него у атлетов я вот тоже у него вычитал ваша его вычитал а докажи что зибермана так был там а как я докажу я сегодня покажу что сатана делает как на меня наседает со всех сторон а ты докажи что сказал не доказал лжец ты пропал как доказать был он зиберман но есть литература его преподают это говорит преподаватель академии университета мирских и я и не спорю я бы он написал это я это взял а этого нету я доказать не могу дальше опыт православной этики как мы надеемся вскоре убедить читателя состоял в том что время необходимо для религиозной практики не сокращалось наоборот иногда священный долг направлял весь ход жизни но не все части общества а лишь немногих избранных духовных атлетов стремившись к обожению его здесь заняты в прямом смысле производством божественного ведь как попробуй догадайся еще хотел сказать религиозность прочего населения при этом могла упасть до нижнего предела даже ниже чем формализованном протестантизме даже до нуля то есть говоря словами александра блока до привычки грешить бесстыдно непробудно здорово то то грешить бесстыдно как непробудно вот это вообще то слова такие как сказал один хороший человек и говорит непогрешимая греховность про папу римского и именно это поляризация имела свои долговременные последствия за создавая резерв с временем для нерелигиозной деятельности стрессы под этой автор разумевает кому коммунизм последний да чем не иначе выраженный главный тезис неустанно повторяем и вами так а я говорю а что вот это последние две строчки я говорю не не очень согласен то не ошиблись и написали а он пишет мне тогда чем не тот же самый теозис иначе ну иначе сказанный что неустанно повторяете вы о том что православие на рыси было нулевое и это беспечность проводить про продела коммунизм ибо природа не терпит пустоты а вот это вот и есть вот теперь мы дошли до этого я при коммунистах прочитал аурал фон юхан лауреат нобелевской премии сказал коммунизм при помощи справедливых на первых на первый взгляд идеями это ловко прикрывать свои сатанинские намерения и вот что в церкви есть сегодня это прямо чисто сатанинские намерения прикрывают чем-то собрание задим какие-то отделы миссионерские а ничего нету все разрушено все окатоличное и ничего не видят и как крестят лютеране а тошли вчера вижу лютеранское крещение пальцы в чашку обмакнул она не раздета совершенно стоит девчонка он на голову ей вот так вот рукой провела потом взял еще салфетку и промокнул чтобы вода то не достала головы то как бог будет смотреть разберется ли бог где крещение где нет дальше и киосин добрый вечер на тихонич вы всегда не устаете повторять о количестве так называемых вами сектантов что количество всех 35 тысяч не могли бы вы в подтверждение ваших слов назад хотя бы 30 из них а то как то получается голословно я смею утверждать что это ложь пожалуйста отрежите 30 из них 30 из них но я тогда отвечаю только в городе зарегистрировано 64 религиозных организаций еще доказывает но в отдел инвестиции приду дайте мне список какой мы уже ссылаемся то на то что в литературе есть я отвечаю 35 тысяч я никогда не слышал не говорил укажите где это было сказано конечно не покажет я сказал но главное ляпнул а я вчера гляжу никита сидит там показывает какая таблица что за таблица так это против меня целую таблицу выставили кто-то мусо лапковщина лапкинщина там что то есть их набралась сама кодла кодла самое безобразное бесстыдное и все новое и новое подсоединяется что у них ничего нету они около моего забора воют и мочится на мои ворота больше ничего нет еще двое трое сегодня совершенно новые люди а докажи но я сослался говорю недавно вот такое слышал я прочитал это дело там сумели астрономы обнаружить какую-то звезду до нее 9 миллиардов световых лет свет свет идет со скоростью 300 тысяч километров в одну секунду умножь на год ну и какие степени пойдут а вы докажите что так я не мерил у меня такой веревки длинной нет и я в космосе не был то а значит вы лжеца лжец не спасется действительно как спасется лжеца почему я лжеца нет а вы говорите что три раза проехали по экватору с миссией где-то но я слышал что 40 тысяч километров а мы сто двадцать три они сто не 40 тысяч если вы не докажете то вы лжец я не могу доказать там по морю надо мерить а по деревне то еще могу замериться то есть лепят что попало и прямо ролик выставляет игнатий лапкин хире лжец лжец крупно написано вот не лгать не материться не воровать и не пить не курить потерять кто может поселиться то а вот смотрите а вы солгали сами лжец я думаю дай-ка хоть посмотрю один ролик а что за как это я лжецом то стал когда за мной ни одного слова лживо не могли даже кгб найти когда меня судили но и выступал геннадий фаст отец геннадий фаст священник и говорит вот лапкин отличается от других тем что в православии да и везде существует святая ложь и ложь по нужде и там как-то во спасение ложь у лапкина нет этого спасение не спасение только правду говорит это записано у меня судебном деле никогда нигде никакой лжи молчать или не говорить я не могу доказать этого говорит у мертвого человека в гробу похоронят растут какое-то время ногти и волос то есть то что мертвое было вдруг оживает а как доказать с мертвым я не лежал не мерил но я прочитал в человеческом организме 320 миллиардов клеток не из 30 30 а 320 у всех одинаково примерно а вы докажите если не докажете вы лжец ну как я могу доказать считать это очень долго у меня парень один говорит у бабушки ты своровали деньги то 2 миллиона было ты ягода как-то узнала считали я говорит и уверен что ты считал да я когда давай садись с тобой в рядом посадил лагеря счета 1 2 3 4 5 6 быстро считай стой палочку и вот если до обеда ты насчитаешь ну а он говорит я посчитал это до обеда но посчитать сколько получишь но ясно дело что миллион не насчитать то начинал ну сколько за один сейчас теперь умножили на десять часов там близко даже нету ну вот это солгал ты не прав был ты не считал деньги то вот не считал и такое что угодно отец сказал и не говорил во первых а во вторых их намного больше и вот уже сегодня прямо настоящая нападка и притом я отвечаю что 35 тысяч я никогда не слышала не говорил укажите где это было сказано он уже нападает дальше на меня уже не указывает где а он где укажет я не говорил если я не говорил такой цифры я даже первый раз услышал но надо поддеть меня и теперь вступать чтобы разговор я даю один ответ второй уже не даю почему спор начинается и я вижу что этот человек он них не православные он заранее говорил и все подыскивается и уже начал богохульствовать просто в один ночь говорил вроде все по-хорошему все откуда это с австралии с америки а там всюду ну подписывается так но я же не знаю там он или нет иностранные буковки стоят я говорю в книге секты и дела указан рост числа сект в 1930 году было всего лишь 300 а дальше уже шло обвально лет десять назад указывали на 11 тысяч в основном африканских ну хорошо я книги просчитал это могу это проверить ну как я могу во первых там только цифра называется их не да и зачем это нужно к спасению относятся нет он не указывает старообрядчеством даже не знают беспоповцев только больше пятидесяти толков больше пятидесяти а вы больше тридцати не укажете если вы не назовете 30 хотя бы счет зачем это нужно заниматься глупостями то одних старообрядцев беспоповцев больше пятидесяти он этого не знает а дальше уже начинает так уже но это то ясно что никакой роли не играет а вот православное то причащается тело христова вы что так и верите это ложь докажите что это тело христова а как я докажу вера такая златоуз горит он доказывает любовь то что отдает плоть а как он модель плотка на столом сидел с учениками и говорит тело мое и у человека что есть он у него все перерабатывается в их выходит говорит по прямой кишке афидрон называется кал что тело христово это превращается то есть он дальше уже не знает что говорить то есть сатана уже зацепил и как говорится собаченку бьет по забору все разговоры с ним больше никакого не может быть то есть он наконец все паркидывался вроде бы божественной говорит сразу не начнем обвинить очень легко человека почему да мы все учимся из книг а был ли такой кант на был ли гладиатор а как вы докажете никакой оси плаве был писал а этого не было оси война иудеи не знаю я так считал где-то начал лжец на как я дам те артефакта кто-то достать а были ли нет динозавры понимаешь нет то есть безумие нет конкурса я никогда не вступаю в спор все разговор закончен насчет богохульства черный список и все а уже сошел на это уже на тело христова реально со христом реально те как говорится пощупать можем и только в причастие православном сектанты его нет он и не понимает у него все на этом опедроне на прямой кишке как андрей кураев писал нашли они там где туалет был мартина лютера откуда все это идет и вот сегодня пишет одна она ирина но она подмужней фамилии видимо александр жоба и на тихоныч здравствуйте извините за просьбу но извините тоже меня не пишу извините но показать у человека такая просьба а у других такие же похожи поэтому я беру и отвечаю на на нее счет так много времени на одного человека тратить у него горе дальше если угодно богу напишу вам чтобы вы помолились за меня ирину при крещении молюсь и сама уже давно читаю капец но с каждым разом все хуже становится для слез а мне еще 26 все как-то в раз навалилось в голове пульсирует как будто пережали и щитовидная железа и сердце а сегодня несколько раз день стучить бешеной скоростью желудок была язва сейчас гастритного не могу вылечить от таблеток плохо становится ведь и сразу скажу ни одной таблетки не принимать она испортила даже вот у меня где-то что-то болит колени колени то болят ну и скорее мазь на помощь я знаю это мазь она будет разноситься по всему телу она не может здесь только здесь вот а реально быть а это вредно для почек для всех обойдется а как вы лечитесь меня вчера уже звонят и она как вы лечитесь от боли так а поклоны поклонов больше ногами шевелить надо и все а позвоночник у вас болел как ну болел павел нельзя кланяться я вот давил и давил и наконец хрустнул теперь я кланяюсь после операции на позвоночнике таблетки ни одной еще я не съел 77 лет дальше и печень и кишечник спину согнуть не могу колени болят у меня было два варианта за грехи или за акафистов что много акафисты считала но к первому склоняю вас больше но вы сказали что из-за акафистов не может быть и слава богу из-за грехи мне наверное даже мало всего этого но так страшно становится что детей никому кроме меня вводить храм и никто не расскажет им о боге и сама я еще не все прочитала и не познала много о господи не все слезы выплакала за свои грехи может даже не во всех раскаялась как так как не вспомнила но как угодно богу лучше знает что нам полезно храни вас бог спасибо вам заранее вот у льва толстого советую прочитать чем жив человек рассказ такой чем жив человек можно задавила в лесу она в это время рожает дома рожает двойняшек и ангел пришел душу забрала она завалилась мертвой ребенку ножку задавила как она воспитается в это время у барыни как раз роды были она пожалела взяла этих двойняшек да столько бог дал горит молока один только отвалится от груди и второго горит досыта и вырастила всех вырастила да и лучше еще было но эти то души то человек то не только до смерти же после смерти есть жизнь то и поэтому а детях не заботься заботиться своей душе хватит заботы на сей день как дети что будет бог знает как будет наказать надо завещание надо сделать потому что тут люди будут претендовать на что-то добрый вечер гнат тихонич пишу по такому поводу вы сказали что привезли к нам в осильнике ваши книги да я сходил библиотеку но там сказали что их не видите как сказали что нет а я пришел в библиотеку так вижу книг нет я говорю а где книги а кто вы такой а я посмотрел в каталоге в каталоге нет так они у вас в реестре там где-то в москве не записаны поэтому они у нас не записаны а книги где-то книги читают я говорю я же давал два экземпляра в краевую библиотеку покажите мне сейчас но они пошли они в охапке то два тридцать восемь книг это все-таки тридцать один килограмм вынесли все книги я провел все на одной целой это запасной вариант у них библиотеках алтайская краевая библиотека шишковка а так зашел человек нету а они есть я нескольких библиотеках лично сам приехал я говорю где эта книга не то кто вы такой автор лапкин приехал проверить но мне не говорю говорила на директор то чтобы никому не говорила а что почему священники пришли как они против были то есть эти лютые волки они там я говорю а где эта книга вот новый завет так директор к себе унесла домой и сказала не говорить эта книга мне самому со мной нужно остальные остальные вот а там уже в этих книгах книг 12 нету кто считал их они не записаны но выгод выставили их на первый ряд в полке зашел правда на первом месте стоят видите как нету это не означает что их нету вот в осенниках как раз и были пришли говорит тут семинария для семинарии нужны сумели добиться а почему книги экстремистки а звонит михаил каймаев так вы сказали экстремистки так повторите нет подождите она побежала за директором чуть что-то там не ладно директор пришла что хотели но у вас библиотеки книги сказали экстремистки я хотел бы узнать подтверждение этому а кто это сказал да вот работница нет такого решения никто не делал не экстремистки на и семинарии пришли и попросили книги дать им потому что для семинария их нужно таких книг нигде не достанешь и что ну сказали вроде вернут мы дали им и правда добился того что сфотографировали в семинаре они целые а то книги сжигают вот я могу называть города все но рядом с ним вот пришлите миртау где михаил а там библиотекарь все за нас поп пришел так а у вас книги лапкина есть если они еще видимо не знали кто он такой а вы не могли бы их дать нам ну записывать если для семинария чего ради то нам далее все нет нет я ничего сразу то есть отвечать надо уметь как говорится по морда сам один раз ответили и все больше они ни разу не пришли и книги свободно идут а то нету они нету в реестре нету а раз в реестре там нету ну такой закон сейчас принято я считаю из-за чего это боязнь потерять власть это указание сверху было экстремистская литература это выражение никто не знал есть запрещено молот ведьмы все на этом не запрещенное там что-то повыше что не почитали книги еще повыше давай вот добрые вещи вот она пишу по такому поводу вы извините ради бога может я не так поняла где находятся ваши книги или не расслышала и еще просьба если есть возможность оставьте для меня книги к истинно православие весь новый завет с толкованием как будут деньги их сразу выкуплю а то не хочется заниматься то не хочется за гоняться охота лично иметь книги заранее спасибо за ответ храни вас бог вот еще дальше потом еще написала сегодня доброй ночи на тихоныч простите что так поздно вы простите за постоянные просьбы но без вас никак не обойдусь ваши молитвы доходят господь вот она сказала назвала имя фамилия все на нее сейчас кинутся эти которые будут заливать ее грязи и гнати псевдо православности на прямопроповедник там сатанисты что угодно то есть вот эти изберги рода человеческого они пробрались церковь надели рязки изнутри растерзали людей церковь она никому не нужна вот она ко мне обратилась теперь она нужна теперь они видят конкретно это жертва уже все но я открываю раз она открылась и помолитесь за моего мужа александра может угодно богу будет и положит на сердце ему либо искренне к господу веру и господа нашего иисуса христа александра помилуй господи страх божий так хочется уехать из этого города подальше но он не понимает что нужно это для детей мы ведь будем отвечать перед богом за них он у меня здоровый сильный только не любит хозяйством заниматься потеряете еще дело но ведь любишь не любишь нужно чем-то жертвовать ради христа детей в нем есть эгоизм этот когда думаешь что будет все хорошо ведь господь лучше нас знает и можно сделать так что будет все будет поздно а я бы не хотела этого и сердце рвется как представлю как дети мои мучаются в аду и все по вашей вине а наши наши вине простите что так много но потом смотрю вас по компьютеру и когда отвечаете на мои вопросы просьбы чувство что это господь говорит через вас храни вас бог может успеем к вам переехать и лично благодарите молиться рядом с вами чувствовать силу молитвы и все правильно мы уже александр помолиться вот помолимся сегодня я думаю быть причастником вчера исповедовался вот еще молитва усилена будет но как бог даст но теперь вернусь сюда и покажу что вот наш у меня такая страничка в моем мире мой мир я считаю лучший когда раньше была она была непревзойденная одним щелчком можно было отправлять на 10000 человек одновременно 12 фотографий или текст текстом 5000 знаков кажется вообще чудо было но всякие пакости были наконец уменьшили до одного лично по одному надо только даже сейчас это это лучше лучше всяких контактов лучше одноклассе а в facebook даже не поминаю вот посмотрите где вот теперь у нас есть форум вот этот форум вот он как выглядит вот сюда сами заходите и сами задавайте вопросы и отсюда можно будет отвечать потому что модераторы там переносят с контактов суда а потом отсюда я даю ответ здесь же даю переносят туда и только недавно мне сказали а там говорит мы горят малую малую часть вам только переносим сколько людей там идут мы и дальше у нас что есть еще это наш православный видеоканал ежедневно мы стоя оставлю около пяти семи роликов большие там маленькие разные есть вот так это огромный видеоканал он не менее меньше трех лет еще у нас очень много материала очень много вот у нас ставится здесь жития сейчас покажу главное здесь главное вот ткнуть и откроется в другом уже как бы расположение ежедневно выставляется жития святых вот они где идут тут же это я когда-то рассчитал до 80-х годов 80-е годы а теперь нашелся один добрый человек и он выставляет их я показываю как обрабатывает ну вот так и самое большое это вот склад во свете библии сайт православный библейский сайт здесь 38 книг которые бог позволил мне издать и не изданных еще получается 7 книг 7 но книги это не просто так по 800 страниц книги очень большие тут и стихи и проповеди это мой сайт поэтому тут все основном мое вот ответы на столько-то вопросов к ответа 4124 55 папок вот что-нибудь спросишь книга дальше все разворачивается как есть ну и вот на сегодня все все кто-то зашел еще это этот человек который нападает сегодня ну в этом реестре будет пушко на понедельник рождения ну так и есть это уже ничего я пишу что день рождения нельзя праздновать никак и подарки делать а только на следующий день или когда почему ян златоуз говорит день рождения и расправлялась закончилась гибелью величайшего из пророков на этом все во славу божию аллилуйя аминь